Дорогие друзья, нам предстоит с вами встретиться в очередную годовщину самоубийства Маяковского. А Маяковскому, надо признать, очень не повезло. Как-то так вышло, что главным событием его личной и творческой жизни сделалось это самоубийство. Никто уже не помнит, что он когда-то писал гениальные поэмы, превосходные комедии, очень интересную прозу. Но главным событием всей его жизни оказался вот этот роковой выстрел 14 апреля. На самом деле, никакой загадки самоубийства Маяковского нет, поскольку оно естественнейшим образом вытекает из всей его творческой стратегии. Мы попытаемся рассмотреть эту стратегию не в бытовом, не в биографическом ее плане, а просто посмотреть, как Маяковский менялся, эволюционировал, жил на протяжении 15 лет. С первого появления в печати облако в штанах и до последней своей премьеры, до выставки 20 лет.